Всем доброго времени! А сегодня мы приехали на пляж Марлин. Я вам его немножко покажу. Прямо у самого пляжа небольшая парковка, буквально на 7 машин. И вот здесь мы с вами будем подниматься. И здесь довольно-таки много места, где вы можете оставить свою машину. Посмотрите, какая длинная линия из машин. Это припарковались отдыхающие и пошли на пляж. И что примечательное, вы здесь можете найти Оксо и купить себе перекус. А также рядом с Оксо мороженое по 20-40 песо. Ориентир для вас вот такая небольшая вывеска плая Марлин. И на самом верху здесь есть душ и есть туалет. Но работают они до 4 часов дня. Так что это учитывайте. И видите, сразу же открывается превосходный вид впереди. Вид просто сногсшибательный. Бирюзовое море голубое. Но сегодня очень сильно ветрено. Здесь буквально несколько зонтиков из пальмовых веток. Бесплатных. Вот буквально чуток. И вот есть также наблюдатели, как спасатели называют. Два мусорных бака и классный широченный пляж. Пляж Марлин находится на 12-м километре Косы. Рядом с площадью Плаза Кукулькан. Общественный вход расположен сразу за торговым центром Кукулькан Мол. Все побережье занимают белоснежные роскошные отели, отделяющие Плая Марлин от автодороги. Здесь наблюдается достаточно сильное обратное течение. Поэтому купаться можно только недалеко от берега. По протяженности Плая Марлин значительно превосходит остальные канкунские пляжи в зоне отельера. Пляжная полоса не имеет заметных изгибов. Пролегая широкой ровной полосой между Бирюзовым Карибским морем и отелями. Вход в море пологий с постепенным нарастанием глубины. Купаться можно только близко к берегу, поскольку из-за подводных течений заплывать далеко запрещено. По моему личному мнению, данный пляж Марлин я могу отнести к самому лучшему в Канкуне. Раньше мне нравился дельфинес. Но после того, как ураган снес половину данного пляжа, пляж Марлин теперь у меня на первом месте. Красиво так уходит море вдаль. Береговая линия большая, длинная. Вот посмотрите, по левую сторону мексиканцы сидят под зонтиками. Они любят не лежать на лежаках, а сидеть на стульчиках и вместе с столиком. То есть у них вот такой вот обычный пляжный отдых. С этой стороны мы с вами видим уже отели, которые построены. Здесь туристы уже отдыхают. Такие красивые балкончики наблюдаем с вами. Вышел с отрица и сразу у тебя такой шикарнейший вид на море. Наверное, очень дорого они стоят. Отель, который здесь находится, ну я посмотрю, вид, конечно, шикарный. Здесь уже мы видим намного больше лежаков, отдыхающих с этой стороны. Видимо, это от отеля идут люди. Так, давайте я вам сейчас покажу, какой здесь песок. Он довольно-таки мелкий здесь. И здесь много очень ракушек в песке. То есть такой мелкий песочек с частичками ракушек. Их здесь очень-очень много. Поэтому будьте осторожны, если ходите босиком. Но они такие, в общем-то, закругленные, особо не острые. Очень красиво. Вот такое мини-развлечение можно здесь найти на пляже. Покормить чаек. Они тут почти ручные. Сейчас покажу, как они летают красиво. Я золото! Субтитры подогнал «Симон» После пляжа вы можете прогуляться по торговому центру Буквально мы отъехали 2 минуты Здесь такая как лаунж-зона, много кафешек И, кстати, здесь большое колесо обозрения Сейчас мы до него дойдем, посмотрим сколько по стоимости Но вот это колесо обозрения раньше стояло прямо у дороги А сейчас его немножко передвинули Ну давайте дойдем Прогуливаемся мы по торговому центру Ла-Исла Небольшая такая речушка с протраченной водой Ой, впереди мы видим с вами кресло и вон там вот гамаки Деревянные такие кресла Вот тебе идея для дачи, да? Сколотить Сидим, любуемся Но вид, конечно, не шикарный с этих кресел Вот вы любуетесь на стены Далее мы наблюдаем с вами гамаки Тут, кстати, полежать, поспать можно Ну и тут уже вид хотя бы есть какой-то на колесо обозрения Сейчас я покажу, как быстро и ловко можно лечь в гамак с одного оборота Готовы? Да! Я думал, ты навернешься Вот так это спец называется Так, и если хотите окунуться немножко в Венецию Вот поэтому ручейку, можно так сказать, да? Речушки катает на гондоле Так, дошли мы до зоны Где садятся на аттракцион Ну, кстати, даже есть мини-очередь О, а вон там фонтанчик бьет Потом подойдем Дойдем все-таки посмотреть, сколько стоит Так, что по ценам? 17,5 долларов Или 350 песо, да? Короче, прокатиться на колесе обозрения обойдется вам чуть больше 1000 рублей Это фонтан-змейка Да, Роберт? Интересно? Ага А также вокруг мы наблюдаем очень много кафешек и различных магазинов Где вы можете прогуляться вечерком И смотрите, что мы нашли Паркинг для собак Вы где-нибудь такое видели? Я впервые Подошли к такой красочной стене Вот, смотрите, они так красиво, ярко все смотрятся Роберт в восторге Вот, вот они полетели Видите, вверх тормашками и сейчас вниз с музыкой Вот такое представление мы с вами здесь увидели И вот так вот, 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 вот Вниз они опускаются Танец Володоров Это танец, призывающий дождь Что обеспечивает богатый урожай кукурузы В 2009 году данный танец был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО Как гласит легенда, первый танец был исполнен во время засвки И это сработало С тех пор с младенчества стали обучать детей Считалось, что танцоры должны быть целомудренны и не употреблять алкоголь Обычно танец исполняли весной, каждый вечер до захода солнца Согласно легенде, боги сказали людям Танцуй, а мы будем смотреть Именно это и делают люди-птицы Исполняя зрелищный танец в угоду богам А сейчас и туристам Вот, видимо, теперь дожди в Мексике идут всегда Сейчас мы подойдем поближе с вами Вот, вот, вот Оп, и опустились Молодцы, ребята Ну, а мы пошли гулять дальше Подписывайтесь на канал И ставьте лайки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!